21 числа стартовали продажи новых айфон как всегда с очередями и всеми вытекающими обрядами компания huawei воспользовалась моментом и решила поиздеваться над покупателями apple в сингапуре возле apple store сотрудники huawei начали раздавать бесплатно powerbank на 10 тысяч миллиампер часов покупателям новых айфон а на коробке красовалась надпись это вам пригодится ссылаясь на то что размер аккумуляторов у новых айфон мягко говоря не очень мы видели много разных приколов и шуток над apple но в этот раз планка троллинга была поднята как никогда высоко всем привет сегодняшний субботний выпуск новостей будет частично посвящен компании huawei почему потому что происходит что-то что-то вообще очень странное экстраординарная компания шарашит во всех фронтах слив за сливом и вообще казалось бы ну почему компания huawei занимает лидирующие позиции в рынке мобильных технологий прочих других вещей когда смотришь какие смартфоны они выпускают то начинаешь понимать что да все кардинально меняется на рынке меняется все конкуренция настолько велика что компании вынуждены выкручиваться и создавать какие-то невероятные вещи первая новость все вы помните прекрасно что компания huawei недавно выпускала беспроводные наушники free buds мы про них много раз говорили и в новостях и в telegram канале так вот как оказалось был массовый брак потом отзыв этих наушников с полок магазинов даже был официальный пресс-релиз и буквально вчера выходит новость слитая как бы в интернете о том что у huawei готовы вторые наушники free buds 2 pro которые к слову теперь по дизайну целиком и полностью похожи на airpods и казалось бы ну вот коммуниздели дизайн но не тут то было те функции которые показали на сливе они просто впечатляют потому что эти наушники смогут заряжаться от смартфона причем без проводов то есть вы просто берете huawei made 20 либо 20 про берете этот кейс кладете на смартфон и она заряжается казалось бы что тут такого да нет прикольно как бы компания apple до сих пор не может сделать чтобы их airpods заряжали без проводов а huawei прям на старте выпускает смартфон наушники и понеслась и это все дело будет стоит там что 150 евро и выше то есть очень конкурентная цена на сегодняшний день если посмотреть сколько стоит обычный airpods особенно там у нас в украине либо же в россии то ценник там явно таки не демократичный то есть уже известно что наушники будут соединяться по блютуз пятого поколения не будут поддерживать технологию high res wireless аудио и даже какую-то функцию шума дава что довольно интересно но также был такой интересный слух что вот эта функция зарядки наушников от смартфона мэйд она якобы поддерживается в двух направлениях то есть с одной стороны вы можете зарядить этим кейсом от наушников сам смартфон либо же наоборот что вполне интересно но этот слух еще не подтвердился в любом случае дождемся презентацию в октябре месяце чем ближе эта презентация тем больше хочется увидеть что там вообще происходит в догонку за наушниками были слиты все характеристики huawei мэй 20 pro и не будет наверное переувеличением сказать что это один из самых ожидаемых android смартфонов 2018 года ну и собственно вот почему начнем с камеры точнее с тройной основной камеры которая позволит снимать видео с эффектом боке интеллектуальным зумом и новым подводным режимом как ни странно подводным из-за того что позволяет делать качественные фото и видео под водой с помощью физических клавиш интеллектуальный зум будет работать при помощи искусственного интеллекта куда же без него который кстати будет помогать находить правильный уровень масштабирования но я думаю вы поняли что я вообще сказал видео с эффектом боке то есть раньше мы делали фотографии с эффектом боке теперь это будет видео с размытием заднего плана и что-то мне подсказывает что это не без помощи нового процессора 7 нанометрового kirin 980 о котором очень много говорили на презентацию huawei показывали его возможности как он может в реальном времени тречить объект там допустим бегущего человека вырезать его с картинки подставлять совершенно другой фон как будто бы это сделано на зеленом экране и даже не заметишь подмены вот такие вот чудеса у смартфона будет экран шесть целых двадцать пять сотых дюйма это лет экран с квады и разрешением 8 гигабайт оперативной памяти 9 android новая оболочка ему уж на им короче все как обычно новое 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 но мы ждем этот смартфон чтобы протестировать и самое главное конечно же мы ждем этот смартфон чтобы его столкнуть просто обами с новым айфоном там 7 нанометров здесь 7 нанометров чьи 7 нанометров длиннее проверим и как всегда huawei борется с компанией samsung пытаясь стать наверное этим брендом в каком-то понимании потому что раньше лидером android смартфонов был samsung теперь все говорят что это место занимает huawei и они постоянно суют палки в колеса samsung вот так вот сейчас директор компании huawei заглядел что в середине 19 года они тоже покажут свой первый сгибаемый смартфон кому это будет надо не совсем понятно потому что ну как бы сгибаемый смартфон который якобы частично заменит вам персональный компьютер надо щупать надо смотреть безусловно это очень сильно любопытно но сразу видно как вот два гиганта пытаются бороться друг с другом и знаете мне кажется что в этой борьбе все шансы у компании huawei стать лидером потому что и финансовые возможности огромные и рекламные возможности огромные видите как все динамически развивается у меня вот на столе сейчас лежит новинка это не huawei это смартфон honor я не могу пока говорить какой-то смартфон под названию но могу сказать что за эти деньги которые будут продаваться у нас стране там около 200 баксов это просто какая-то бомба лейла это какой-то нереальный смартфон о нем не расскажу уже на следующей неделе предположительно где-то во вторник в среду есть свои нюансы есть свои недостатки но прям вот смартфоны выходят на совершенно иной уровень в среднем ценовом сегменте в бюджетном ценовом сегменте и скоро мне кажется будет такая ситуация что смотришь вот на доступный смартфон и задаешься вопросом а зачем вообще уже нужны флагманы скоро как бы до целесообразность покупки флагмана для среднестатистического пользователя будет сводиться на нет полный ноль прежде чем приступать к следующей новости хочу вам напомнить что вчера на нашем канале анонсирован был конкурс в котором мы разыгрываем целых четыре смартфона сяоми и 8 пока фон и 8 и 7 mi a2 light поэтому по ссылке в описании к видео будут вообще все условия да прям в описании будут все условия чтобы новые люди которые пришли на это видео не пропустили возможность выиграть один из замечательных смартфонов смартфонах смартфонов постоянно путаете слова в общем участвуйте я думаю все обратили внимание на презентацию apple и анимацию в новых часах apple watch многие скажут типа ну чего то не так распинаются показывает от огонь бульки воду вот это вот масло жирная типа ну компьютерная графика подумаешь есть чем кичится на самом деле недавно вышел видеоролик о том как снималась эта анимация хочу вам сказать это прямо вышка то есть это никакая не компьютерная графика люди реально заперлись где-то в каком-то непонятном месте и реально воссоздавали все это в реальном времени снимали на камеру настоящее пламя настоящие эти бульканье воды и полки то получилось то получилось выглядит невероятно красиво рекомендую всем обязательно пересмотреть это видео я обязательно оставлю ссылку тоже в описании что вы смогли посмотреть оригинал потому что если сейчас буду использовать это видео мало ли заблокирует еще канал на днях канал академика заблокировали канал версуса заблокировали правда сразу разблокировали но многие люди успели отложить пару кирпичиков поэтому опасно в прошлом выпуске новостей мы с вами ставили под сомнение эту информацию что компания apple отказалась от разработки дощечки зарядной air power и как оказалось не любит так говорить но мы с вами были правы потому что вот прямо сейчас пользователи которые получили новые айфоны на руки iphone xs xs max посмотрели на инструкцию и в инструкции к смартфону написано что таки этот смартфон да будет поддерживать эту новую дощечку поэтому ждем поскорее когда она будет продаваться чтобы протестировать каково это вообще одновременно заряжать три устройства и с какой скоростью это будет происходить китайский бренд за м а это суббренд компании сяоми начинают выпускать серию новых аксессуаров почему я вспоминаю про этот бренд потому что я не раз рекомендовал вам к покупке их powerbank и их кабели для айфона когда я посещаю магазины сяоми официальные стороны сяоми в китае то я обязательно подхожу к стенду за м ай и это очень диссонирует потому что вот стоит писать себе официальный магазин сяоми ты заходишь и у них есть отдельный раздел с аксессуарами под apple ну поняли да официальный магазин сяоми а там отдельный раздел для apple и у них самые крутые кабели для айфона у них реально самые крутые powerbank и так вот они выпустили новую версию своего powerbank который заряжает айфон и беспроводов то есть по беспроводной зарядки специальное декорирование виде кожи кладете туда айфон и он заряжается он идет на 10000 миллиампер часов выдает 10 ватт всей этой мощности в ближайшее время как только он появится в продаже обязательно закажем протестируем может быть разыграем на канале кстати там оказывается что сяоми выпустила какую-то новую версию кроссовок баскетбольных и не только тоже ждем продажи заказываем в общем у нас осень будет такая горячая что даже вот эти вот все новинки айфоны будут где-то позади поэтому ждите новый контент друзья на этом все спасибо что посмотрели этот выпуск подписывайтесь на канал обязательно участвуйте в розыгрыше вот этих четырех чудо монстров от сяоми отрываю просто как от сердца и все всем хороших выходных пока